Итак, ребята, всем привет! Мы находимся, как вы видите, в офисе МД Региона. Сегодня у меня будет с ними заключен договор об сотрудничестве. Ну и посмотрим, как у нас сегодня что получится. Меня уже ждет подарок, о которых я сейчас вас и ознакомлю. Так что заходим и поздоровимся. МД Региона. Здравствуйте! А у меня с вами сегодня встреча. Мы будем с вами заключать договорчик. Кстати, меня зовут Александр. Очень приятно меня, Лидия. Взаимно. Я так понимаю, вот этот вот именно прибор меня и ждет, да? Да, как раз он вас и ждет. Замечательно! Ребят, Ваниш 540-й. Это новинка сезона. И мы будем его сегодня получать. Так, что у нас там? Давайте попробуем вскрыть. Так, 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 так. Ох, красавец! Смотрите, между прочим, Ваниш ПРО. Здесь комплектация на высшем уровне. Ну, давайте, об этом я не буду зацикливаться. Все это будет распаковка и проверка уже дома. Ну, сейчас посмотрим о самом магазине. Что у нас здесь есть? Я никогда не посещал магазины. Все в основном заказывал в интернете. Ну, ассортимент, между прочим, хороший. И новинки здесь достаточно приличные. Ряд приборов. Мини-лаб. В основном мини-лаб, да? Ряд катушечек. Экспидеуса. Вот они, ребят, красавцы. Экспидеусы. Вайтс. Я последний раз Вайтс видел. Он такой, знаете, еще регулирующий были там всякие. Панал. Да, 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 да. Вот они, красавцы. Дуси так называемые. Ну, а сейчас, наверное, будем заключать договор с Лидией и в целом с МД-регионом на получение вот такого прибора. Так что, я думаю, будут интересные видеосюжеты, связанные с моей новинкой, которую мы получим, ознакомимся. И если он мне понравится, то обязательно вам буду рекомендовать. Я честный блогер, рассказываю все по-честному. Если прибор или что-то иное, товар, ерунда, я его никогда не советую. Но об этом приборе чуть позже. Так что ждите. Скоро будет интересный видеосюжет, связанный с тестом, с раскопками, где он будет участвовать. В комплекте идет две катушки. То есть, и на шоп-фах он у меня тоже будет. Его называют убийцей. Убийцей Асик. Посмотрим. Я Асичник, уже 8 лет. Ну и посмотрим, действительно, на самом деле, о нем так говорят. Ну, на этом знакомство с МД-регионом, наверное, закончим. Коротенький такой эпигроп сделаю на своем канале. Ну, на этом и все. Ждите. Ждите обзора, тесты. Пока. Сегодня у нас будет интересное видео. Просто-напросто битва приборов. За моей спиной находится армия, в которой парни откликнулись и сделать тестик на глубину залегания, на быстроту отклика. Сейчас быстренько с ними познакомимся и посмотрим, что за приборы у нас сегодня будет биться. Итак, ребята, приехали мы домой и, конечно же, я из любопытства решил вскрыть посылочку, которую получил в МД-регионе. Я ее вскрывал и смотрел, но хочется и вам продемонстрировать, что из себя представляет ваниш. Да, буду называть его ванишем 540-й. Версия Pro. То есть комплектация здесь шикарная. И давайте посмотрим, что находится внутри данной коробки. Ну, что мы видим, ребята? Первым делом, конечно же, это наушники. Наушники по инструкции, как я понял, имеются как от USB, и так же и от обычных проводов. Давайте посмотрим, вскроем. Наушники, в принципе, ну, хорошего, да, внешнего вида. Не знаю, как пластик, но здесь имеется кнопка включения, плюс-минус это громкость. И, конечно же, имеются разъемы. Зарядка и подключение к самому прибору, если через провода. Два комплекта. USB, зарядка и, если будете пользоваться от проводов. Так, с наушником мы разобрались. Давайте дальше посмотрим, что у нас имеется. Чехол. Чехол с буквой В. В знак победы. Гарантийный талон МД региона. И в комплекте идет, смотрите, две катушки, ребята. Две катушки номерные. И это очень хороший плюс. В12 и В8, если не ошибаюсь. Дальше инструкция по сборке самого прибора. Все на английском языке. Ну, что нам русскому. Английский, немецкий. Мы все равно все будем это собирать. Так, здесь советы инструкции по безопасности. Вижу, что прописано на разных языках. Даже есть на русском. Советы и инструкции по безопасности. Хорошо. Дальше. Ейца комплект, ребята. Комплект фирменных батареек. Вот такие вот батарейки. Фирменные. MyLab. Так, сколько ампер часов? Так, 2450. Тоже хорошо. Фирма. Если идут аккумуляторы, то в комплект также идет зарядное устройство. Сейчас мы достанем. Посмотрим, что с зарядным устройством. Так, ну, стандартное зарядное устройство. Индикации, по-моему, нету. Вставляете. И заряжаете. Ну, это любой может разобраться. Разъем, питание. И все это у нас пойдет на зарядку. Дальше, что у нас идет. Это, конечно же, сам прибор. Имеется на послокотник липучка. Сам прибор. Вот такой вот формы выполнен. Отсек батарейный. Вот такого характера. Не знаю, как он. Но формы, конечно, такие, знаете, обрубленные. Такого ощущения, как будто топором его. Здесь у нас на тыльной стороне для наушников и для катушки. Хорошо. И фирменный логотип. По настройкам, по включениям, я вам сейчас тоже все это покажу. Дальше в комплект входит вторая штанга. Штанга с подлокотником. Сейчас мы его достанем. Я очень много слышал отзывов об качестве сборки подлокотника. Он, конечно, выглядит как-то несуразно. По-детски. Пластик мягкий. Не знаю, как он себя зарекомендует в моих руках. Но, в принципе, мягкий. Я думаю, ломаться не будет. Дальше. Имеется два болта. Так как у нас две катушки, и имеется два болта. Хорошо. Средняя штанга. Прорезиновая. Каплевидная. Проушина. Штанга у нас текстолит, походу. Так. Ну и вкусная, ребята. Вкусная, вкусная. Что у нас из вкусного здесь? Это же, конечно же, катушки. Идет катушка. Вот такого характера. Она облегченная. Идет сразу с защитой. Защита. Это В-12. Да, написано даже, ребята. В-12. И катушка снайперка. Так называемая. В-8. Проушины, в принципе, с одной стороны усилена. И на этой катушке усилена. Посмотрим, как они себя зарекомендуют в деле. Ну а сейчас давайте я включу его и посмотрим, рабочий ли вообще мне прибор достался. Посмотрим на функционал и настройки. Ну что, давайте посмотрим, пробежимся по настройкам. Включение прибора у нас осуществляется одним нажатием кнопки. Все, прибор включен. На этом приборе есть индикация. Как вы видите, здесь прорисована индикация. Также имеется ВДИ, которая будет показывать именно диапазон в цифровом сегменте. Есть индикация батареи. Затем индикация громкости. Это очень хороший плюс. Это очень хороший плюс. Затем индикация. В простонародье называемая чуйка. Также имеется очень удобно в центре. Ну, такая функция у многих есть. Это, конечно, пинпойнтер. Громко. Вот. Так что очень удобно. Я считаю, что даже включил и пошел. Настройки минимальны, какие нужно именно начинающим кладоискателям. Очень все просто. Сейчас давайте я вам покажу, как откликается прибор на монеты. Я не буду здесь никакими настройками играть. Просто-напросто буду менять режим. Сейчас режим монеты. Затем режим артефакты. Режим ювелирка. И именно потребительский. Это на свое усмотрение можете играть настройками. Но так как у нас монеты, я оставлю монеты. Катушечку оставлю. Беру Екатериновский пятак. Четкий 38-37. Возьму серебряный рубль Александра. Я хочу сказать, что отклик быстрый. И все по этому я буду делать отдельный видеосюжет по глубине залегания, по быстрому отклику и различных проблемных зон, когда встречается между монетами железа и т.д. Все будет, ребят. Я вам все покажу, как себя прибор зарекомендует в тестовых режимах. Итак, ребят, сборка прибора меня заняла всего-навсего одну минуту. Без каких-либо инструкций. Здесь все понятно любому. Как что мне больше всего здесь уже не понравилось. Это то, что имеется на катушке болт крепления. Он крепится непосредственно внутри проушины. То есть имеется резьба на проушины. Это не очень хорошо тем, что мы копаем в различных условиях. Это грязь, песок. И если попадет туда грязь, это все, ребята, вся резьба будет, конечно, стираться. Это, конечно, вот пока на данный момент это один недостаток, который я выявил в этом приборе. В остальном меня как бы прибор устраивает всем. Он очень легкий, компактный, быстро собирается. В деле я его не испытывал, не знаю, но время покажет. Что хочу сказать про штангу. Штанга удобная тем, что имеется защелка, типа цангового замка. И его можно легко регулировать. Это очень удобно, хорошо. Также имеется прорезиненная рукоять. Что дает, конечно же, преимущество. Потому что на некоторых приборах я видел тканевые рукояти. Они изнашиваются, также пластиковые, но здесь прорезинены очень хорошо. Что еще могу отметить, слушать со стороны. Это же, конечно же, простота работы непосредственно блока управления. Здесь все понятно. Каждая кнопочка имеет рисунок, на который, я не знаю, обычный человек все поймет. И ничего сложного в этом нет. В целом прибор мне понравился. Его называют убийца Асик. Но такой прибор, конечно, убьет любую Аську. Так как этот прибор вышел в замене терки 705. Если будет возможность, я вам также продемонстрирую. Сравню его с другими приборами. Благо, у меня очень много комрадов. У кого разнообразие великое металлоискатели. Также терка 705. Так что с терочкой я ее тоже испытаю. Может быть, вы тесты и видели этого прибора. Но мне хочется самому ощутить, самому потрогать, послушать, как он работает и какие плюсы и минусы. Конечно же, сейчас я сказать эти плюсы и минусы не могу. Не ходил, не знаю. Но в ближайшее время я, конечно же, вам все поясню. Я человек непредвзятый. Советовать какой-либо прибор прикупать вам в дальнейшем не могу и не буду. Это я всегда говорю. Но если прибор какой-то мне нравится, я, конечно же, вам посоветую. Но в данном случае соотношение цены и качества. Цена велика. Качество немножко занижено из-за пластика. Пластик не очень такой на внешний вид. На внешний вид, ребята. Богатый, дорогой, крепкий. Не знаю. Время покажет. Вот такое у меня первое впечатление именно на этот прибор. Что вам еще рассказать по нему? Ну, время покажет и я вам расскажу. Что, как, зачем и почему. В ближайшее время будут тесты на глубину. Затем будут видеосюжеты, связанные с тестами с другими приборами. В виде соревнования. Также будут, конечно же, выходы по полям, по лесам. А также испытания катушечки. Именно снайперку. Все катушки мультичастотные. И это очень-очень хороший плюс. Если кто не знает, что такое мультичастотная частота. Это катушка, которая работает на всех частотах одновременно. Это очень-очень хороший плюс. Ну, на этом и все. Если вы какие-то хотите узнать вопросы. Какие тесты сделать на будущее. Пишите в комментарии. По возможности я, конечно же, их буду выполнять. Если что-то интересненькое будет. Так что, оставляем комментарии. Что хотите увидеть. Что хотите узнать. Или же у вас есть какой-то опыт с этим прибором. Пишите так же. Я буду тоже знать. На этом и все. Всем пока. До новых встреч. И посмотрим, что за приборы у нас сегодня будет биться. Первый у нас прибор какой будет. Это, конечно же, Fischer 44. Аська 300. Один из самых мощных. Это у нас АК 72-72. Асичка 150. Затем терка 505. Ваняш 540 мой. Который именно будет сегодня бороться с этой вот элитой. Дальше у нас что? Квоз 20. Квоз 20. Катушка. Катушка. Ух ты. Дальше у нас идет Деус. Деус, экспи Деус. Ага. Стандартная катушка. Стандарт. Так, а ты про? А ты Макс. Манеджик 13, катушка. Так, всеми, наверное, уже известен Дмитрий. У него будет терка 705. 18 кирсов. 18 кирсов, ребята. И крузер. Матокрузер, катушка, менеджик клаб 13. Все, парни, спасибо. Я вот вставки делал на Деус, но почему-то немного он это, мягко сказать, обосрал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Открываю. absolute видеоLin martudding. Открываю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...